Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, их работами. Людовика Марчетти. Художник жанровых сцен итальянского происхождения, большую часть своей жизни проведший во Франции. Родился 10 мая 1853 года в Риме. Я пользуюсь данными переводной википедии и некоторыми данными, которые я нашел в интернете. Его художественное образование началось в мастерских Мариана Фортуни, испанского художника, который жил в Риме в 1870-х годах. Вскоре после завершения учебы, в 1878 году, в возрасте 25 лет, он переехал во Францию, где ему предстояло остаться до конца своей жизни. Там он продолжил учебу, начал выставляться в салоне, получив бронзовую медаль в 1889 году. По мере того, как росла его репутация, он также выставлялся в Мюнхене и Берлине, где у него появилось значительное число последователей. Специализировался он на исторических произведениях, в основном сценах XVI, XVII и XVIII веков, созданных с учетом вкусов мелкой буржуазии. Ее любимыми сюжетами были кавалеры, трубадуры и придворные XVIII века, драматически переосмысленные с помощью богато раскрашенной одежды и тонких тканей. Умер 20 июня 1909 года в Париже. Сегодня его, возможно, больше всего помнится иллюстрация, которую он создал для популярного переиздания пьес Шекспира, в частности за Отелло и Ромео и Джульетт. С 1998 года рекордная цена за этого художника на аукционе составляет 59103 доллара за летнюю регату на мосту в Берси, проданную на Сотби в Лондоне в 2009 году. Ну, так вкратце, с переводной википедии и по данным, которые мне удалось найти в интернете, о художнике жанровых сцен итальянского происхождения Людовика Марчетти. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.